В канун празднования Свенской иконы Божьей Матери в Свенском монастыре Брянщины состоялось знаменательное событие. Митрополит Брянский Севский Александр совершил чин освящения компанов, купола и креста на восстанавливаемую колокольню Успенского собора Свенского Успенского мужского монастыря. Предшественница ныне возбодимой колокольни была построена в 16-м столетии на средства царя Ивана Грозного. В 1930-м она была взорвана, а в прошлом году началось восстановление исторической монастырской колокольни. На сегодня кирпичная окладка уложена на отметке 30 метров. Следующим этапом станет установка колоколов. Комплект был отлит из бронзового сплава на колокольном заводе Андрея Дьячкова в городе Тутаеве Ярославской области. Поздравляю с освящением компанов, сия, благодатью Всесвятаго Духа, покраплению воду и освящение. Главный благовестник Звонницы весит 1700 килограммов. Общая масса колоколов составила 5 тонн. После освящения компанов, купола и креста, Владыка Александр совершил освящение мозаичной иконы Воскресения Христова, размещенной в инише алтарной апсиды снаружи Успенского собора. Образ изготовлен орловскими мастерами в византийском стиле. Поздравляю с освящением креста, живут дворящие у креста Господня, который является красотой церкви, славой ангелов и демоном язвы. И компаны или колокола, как мы привыкли, которые будут звать нас с вами в молитве, к богослужениям, будить нашу совесть, потому что иногда мы слышим звон и засыпаем под него. А мы должны пробуждать свою совесть и помнить, что если здоровье позволяет, возможности позволяют, то надо идти в храм Божий, чтобы помолиться, побеседовать с Богом. Есть о чем его просить. Конечно, просить его милости, просить его прощения нашим грехам, немощи. Первый удар в самый большой колокол «Благовестник» совершил митрополит Александр. Затем позвонили священнослужители и все желающие. Специально приехали мама, две мои мамы, приехали на такое торжество. Просто душа ликует, душа ликует, поет. Это праздник. Конечно, это хорошо, что новая колокольня и новые колокола и все новое говорит о том, что это нужно. Большие новые колокола монастыря украшены рельефными образами святых, небесных покровителей, благодетелей обители, правящих архиереи и архипастерей, управлявших Брянской епархией, наместников обители, равнопостальных князей и святых брянских князей Романа и Олега. Всего на Звоннице будет установлено 14 колоколов. Особенностью колокольни станут куранты. Они будут состоять из часового механизма и трех колоколов. На курантах зазвучит тропарь свинской икони Божьей Матери. После установки колоколов в конце сентября, начале октября, начнется возведение каменного шатра со звуковыми окнами. Завершит колокольню купол с крестом. Ее общая высота составит 37 метров.